В годы Великой Отечественной войны более 70 уроженцев Чувашии получили высокие звания Героев Советского Союза. Среди них летчик-истребитель Александр Васильевич Кочетов. 8 марта исполняется 100 лет со дня его рождения. Имя героя присвоено Чувашскому кадетскому корпусу. Сегодня ребята с гордостью вспоминают прославленного земляка. Александр Васильевич Кочетов, он жил в Алатаре. Он во время своей службы подбил 20 самолетов сам и 11 самолетов с помощью своих товарищей, то есть в группе. Я хочу быть очень похожим на Кочетово, потому что я с малых лет тоже мечтаю стать летчиком, поэтому я поступил в этот кадетский корпус. Я знаю о нем то, что летом 1944 года Александру Васильевичу Кочетову дали отпуск. Во время своего отпуска он решил поехать в свой родный город Алатарь. Дохраненным его подвигом, алатарцы собрали деньги на самолет и, к примеру, последовал председатель колхоза. И в итоге ему подарили два самолета. Один самолет оставил себе, а другой подарил лучшему другу, Спартаку Маковскому. После войны Александр Васильевич Кочетов вернулся в Севоксаро, где закончил исторический факультет педагогического университета. После он стал начальником радиотехнической школы и возглавил Стрелковый клуб. Мы постоянно вспоминаем его подвиги. У нас даже в уставе написана его история, автобиография. Постоянно даже на ОВС, основу военной службы, мы постоянно говорим о нем, о его подвигах, как необходимо быть таким же смелым. Потому что, согласитесь, не каждый человек сможет стать героем Советского Союза, сбить 34 самолета, сделать больше 100 вылетов. Это очень почетно. Вся страна до сих пор гордится своим героем, а он, в свою очередь, мог бы гордиться своими потомками. Правнучка Александра Кочетова – олимпийская чемпионка 2014 года в фигурном катании Аделины Сотникова. Девушка приезжала на открытие кадетского корпуса. Там и рассказала, что очень жалеет, что не застала своего героического прадедушку. О том, насколько он был бесстрашен в небе, она знает по рассказам бабушки. Мне бабушка рассказывала, что у меня есть нотки его характера, и я очень этому рада, потому что я тоже, как можно сказать, бесстрашна, и иду на пролом, и у меня есть что-то дедушкино.